Привет-привет! Мы по вам очень скучали. Давайте не откладывать, будем начинать этот выпуск. Поехали! Про следующего исторического персонажа не так-то многое известно, и при чем при этом это не МС Вспышкин, это Лжедмитрий. Встречайте! Всем привет! Я из смутного времени. Знаете, что это такое? Ну, когда тусил целую ночь, приехал домой в 7 утра, и думаешь, мне поспать 40 минут или сразу ехать. Ну, смутное время, вы понимаете. Так, а поаплодируйте, пожалуйста, так, как будто я настоящий царь. 400 лет прошло, эта фишка до сих пор работает. Просто потрясающе мне это нравится. Лжедмитрий. Ну, это так себе, имечка. Звучит так, как будто по ошибке на мероприятие позвали Кирилла Нагиева. Верно? На самом деле, никто не знает, кто я такой. Ну, то есть, может быть, я царь. Может быть, я монах. Может быть, я собака. Может, я трансгендер. Я непредсказуем, как состав сырка красная цена. Вы понимаете это. Короче, народ, в чем сыр-бор? Да, я сейчас специально сказал сыр-бор, чтобы вы понимали, что я реально древний. Значит, у Ивана Грозного был сын Дмитрий, и его отправили в Углич. Да, сына царя в Углич. Звучит так, как будто сын прокурора поступил на сантехнику, я это понимаю. Но это действительно было так, его отправили в Углич, и тут начинается самое интересное. В Углич он играл ножички, случайно упал на ножичек и умер. Так звучит официальная версия. По моей версии, он играл ножички, случайно упал на ножичек и не умер. Ну, потому что я не понимаю, что за смерть такая тупорылая? Как можно было упасть на ножичек и умереть? По такой же логике получается, что Кеннеди упал на пулю, а Виктория Бонни шла по шоссе и случайно упала на половину членов срублевки. Ну, это чисто сказки какие-то. Хотя про Бонни это чистая правда, народ. Так оно все и было. Да, потом я был в монастыре, хотя по факту я скрывался в монастыре. Потому что в мое время монастырь был как Клаб Хаус. Ну, то есть про него все знали, но туда вообще никто не заходил. И в 1603 году я появляюсь в Польше. Я появляюсь в Польше и говорю, здравствуйте, я царевич Дмитрий. И вы спросите, почему поляки так легко мне поверили? Да все просто, я был в короне из Бургер Кинга. Да, поляки меня поддержали. И, кстати, в Польше я встретил свою кралю, Марину Мнишек. И я вам признаюсь честно, мужики, она была из тех, у кого было что по Мнишек. Если вы понимаете, о чем я такая женщина. Да, я пообещал ее отцу миллион златых. И Псков. И Новгород. И Смоленск. Вообще, в целом, было легко обещать то, чего у меня не было. Да, этот ход потом отлично использовал в своем творчестве знаменитый ростовский летописец Бастов в песне «Зять не хуй взять». В Польше мне дали войско, я с этим войском пошел на Москву. И по дороге на Москву мне даже не приходилось ни с кем воевать. Города сами переходили на мою сторону. Ну, то есть, по сути, я был как блогер Варламов. Только я врал чуть меньше, не обсирал города, которые захватывал. Ну, потому что, если бы я себя вел как он, типа, приходил в город и такой, «Это говно, это говно, это снести вообще давайте». Да меня бы убили еще в Смоленске. А у вас нормально, человек живет, еще и химию раз в три месяца делает. Ну, вообще, вы, конечно, терпила, ребят, ей-богу. Да, моим соперником за московский престол был Борис Годунов. Но я придумал просто гениальный план, как с ним расправиться. Значит, вот что я сделал. Я просто подождал. И он умер. Это гениальный план, на мой взгляд. За всю историю человечества так делали только я и двое из Иванушек Интернешнл. Когда я пришел в Москву, чтобы окончательно убедить всех, что я действительно царь Дмитрий, мы устроили встречу с матерью царя Дмитрия. Ну, то есть, по сути, с моей мамой. Да, так я, кстати, стал родоначальником знаменитого сюжета, типа «Мать не узнает сына» смотреть онлайн и без регистрации. На самом деле, люди очень быстро начали понимать, что я не русский. Потому что я говорил на польском языке. Я носил западные одежды. Вот как люди окончательно поняли, что я не русский. Однажды я спросил, сколько стрельцов охраняет Кремль. Мне ответили 300. И я такой, понял. 300, так 300 народ. Окей. Я врал на каждом шагу. Мне везде верили. Я думал, что я обеспечил себе потрясающую старость. Доживу до 80 лет, буду кайфовать. Пока я не встретил Василия Шуйского. Я не удержался и сразу кинул в его адрес шутку. Типа «Шуйский хуйский». Этот олень обиделся на меня. И буквально через пару часов организовал восстание. И меня убили. И знаете, что сделали с моим телом? Меня привязали к лошади и вот так вот возили по всей Москве. Да, то есть, по сути, со мной сделали то же самое, что с вами делает Яндекс.Такси.Эконом, только я за это деньги не платил, в отличие от вас. Потом мое тело порезали, зарядили в царь-пушку и выстрелили в сторону Польши. Это был исторический момент, когда поляки увидели, как со стороны Кремля на них летит фарш. Они этим так вдохновились, что тут же придумали рецепт краковской колбасы. Вообще, царь-пушка стреляла всего один раз. Мной. Просто, на самом деле, ну, какие-то лютые изверги зарядили меня в пушку и выстрелили в сторону Польши. А все почему? Да потому, что они интернетом пользоваться не умели. А так бы могли спокойно заказать билеты на авиасейлс. И я бы с комфортом, с кайфом, я бы полетел в сторону Польши, все бы получили удовольствие. И было бы просто потрясающе. А вообще, кстати, что меня больше всего удивляет во всей этой истории, что после меня был еще Лжедмитрий Второй, Лжедмитрий Третий, Лжедмитрий Четвертый. Ну, я уверен, если бы моим продюсером был Бикмамбетов, был бы еще Лжедмитрий 1914 и Лжедмитрий Лохматый. Ну, прям точно. Кстати, по поводу Бикмамбета, у меня тоже вопросы. А почему вы до сих пор за фильм «Елки», его не зарядите в пушку, не выстрелите им в сторону Казахстана? Я не понимаю. В общем, так, народ. Уже завтра я иду в передачу «Пусть говорят». Там заинтересовались моей историей. Потому что в прошлом выпуске они обсуждали романы Ларисы Рубальской, и сейчас им нужно что-то менее древнее. И я иду туда не просто так. Я иду туда с сенсационным заявлением. На самом деле, я не царь Дмитрий. Я Гоген Солнцев. У меня на этом все, ребят. Спасибо большое. До встречи. Постеры следующего исторического персонажа, который поднимется на эту сцену, гораздо популярнее, чем постеры самой Памелы Андерсон. Ведь мы его видели с вами и на школьных дневниках, и на стене кабинета химии. Встречайте, Дмитрий Иванович Менделеев! Привет, любимые! Я Дмитрий Менделеев, великий русский ученый. Знаете, сколько у меня памятников в России? Двадцать семь памятников в России. Не двадцать семь тысяч. Не две, сука, семьсот даже. Просто двадцать семь памятников. Сука. Сука! Чтоб вам было понятнее. У Ленина семь тысяч памятников. Если бы я знал, что так работает, я бы тоже потрахивал Крупскую. Двадцать семь памятников. Я, сука, как Сан Ивавилов. Коля без обид, но объективно, как бы. Ну, надо было яблочки не скрещивать, а делать на них настойку. У Пушкина триста памятников. А ведь я придумал водку. Водочку. Получается, это я придумал Ельцина. Это я придумал звонить бывшей. Это я придумал блевать в такси и спорить с бомжами. И я придумал все самые веселые истории в вашей жизни. А у Пушкина триста памятников. У Пушкина триста. За что? Что он вам дал? Что? Пару тем для сочинений по литературе и все. А я вам дал целый урок. Я вам дал химию. Химию! Всю пипиську синюю. Может быть, выпускники сидят под памятниками Пушкина и читают его стихи? Нихера! Они сидят под памятниками Пушкина и пьют то, что я им придумал. У Гагарина 60 памятников. Сука. Что он сделал? Он просто посидел в ракете. С этим справилась даже собака. Сука. Кстати, сука. Вам сложно сделать мне побольше памятников? Я не понимаю. Даже тратиться на это не нужно. Просто берете все памятники Карлу Марксу и пишете под ними Менделеев. Все. Но если вам кажется, что я этого не достоин, то понять, на чем я вертел ваше мнение, нам поможет натрий, гелий и рутений. На-хе-ру я вертел ваше мнение! Я был женат дважды. Первый раз моя жена была старше меня на 8 лет. Я сделал выводы. И в следующий раз мне было 42, а моей жене 16. Да, она называла меня краш. Я ходил к ней в школу на родильские собрания. Она выебывалась перед своими одноклассницами. Я перед ее учителем по химии. Ну, типа, провалентность слышал? Я придумал. Я был 17-й ребенок в семье. Вы когда-нибудь донашивали свитер за старшим братом? Для меня свитер не доходил. Я донашивал за братьями запах от свитера. 17 детей. Это же пиз... Я придумаю этот элемент. У меня с рождения был порядковый номер. В семье меня ласково называли Хлор. Я 30 лет преподавал в Государственном Петербургском университете. И чертовски приятно, что спустя столько лет Питер до сих пор остается городом любителей химии. Идешь, бывало, по улице Рубинштейна, а там весь асфальт в телефонах репетиторов по химии. Гордость теплится в моем сердечке. У меня были хобби. Я делал чемоданы, создал воздушный шар. Это все правда, это можно погуглить. Про Пушкина же вам, блядь, не надо ничего гуглить. Вы про него все знаете, а про меня погуглите. Не помешает. Так вот, я создал шар, назвал его русский и поднялся на нем на высоту трех тысяч метров, чтобы все видели, какие у русских большие шары. Что не смеешься? Не смешно? Не понял? Это Россия! Да уж, пожалуйста. Губеж 19 и 20 веков. Время великих открытий и изобретений. Я тоже великий изобретатель. Бывало, прихожу в компанию, говорю, всем привет. Я изобретатель. Они такие, ух ты, а что ты изобрел? Может быть, лампа, которая горит без огня? Или телега, которая едет сама собой? Я говорю, лучше! Я взял все вещества и как расставил их по порядку! И они такие, вау, какая херня. Ну, долбоеба, что с них взять. Там был прапрадед Соловьева, как бы, это о многом говорит. Бытует мнение, кстати, что вот эта таблица явилась мне во сне. Но это полная херня. Это вообще не таблица. Это план рассадки на моей свадьбе. Вот Лиза, Наташенька, Рубен. Знаете, почему вот эти сидят так далеко от сцены? Потому что это инертные газы, они не участвуют в конкурсах. Ну, инертные. Опять не смеешься? Не смешно? Не понял? Это химия! Кстати, давайте закроем раз и навсегда вопрос с водкой. Буду честен. Не, я ее придумал, я ее просто научно обосновал. Потому что людям приятнее пить водочку, зная, что ее придумал не абы кто, а великий ученый. Ну, понимаете, типа это не просто бухач, а научный эксперимент. Я не просто пришел бухой в 6 утра и уснул в ботинках, нет. Я подтверждал на практике выводы великого ученого. И наблевал на ковер. Это да! Это да! Кстати, в мою честь назвали элемент Менделевий. Знаете, как его используют? Вы охуеете. Никак. То есть элемент как бы есть, но что с ним делать, хер знает. Ситуация, как у Маслякова с сыном. Что не смеешься? Не смешно? Не понял? Это КВН! Ладно, и наконец, наконец. Все это я к чему. Просто хочется, чтобы люди перестали меня ассоциировать с алкашкой. Хочется, чтобы люди воспринимали меня не как человека, который изобрел водку, а как великого ученого, который открыл периодическую систему химических элементов и предсказал появление веществ, которые еще только предстоит открыть грядущим поколениям. По-моему, отличный тост. Водочки мне! Ура! Дмитрий Иванович Менделеев, ваши аплодисменты! Если для нас с вами слово «раб» — это больше что-то эротическое, то в его времена это было нечто кровожадное. Встречайте, Спартак! Приветствую вас, свободные люди! Здравствуйте! Привет! Я Спартак, повелитель рабов, гладиатор, убийца фиолеса, убийца теней, приноситель дождя, приноситель проблем. Да, раньше это круче звучало, я понимаю. Сейчас как будто бы учитель истории выбирает себе ник в КС. Я родился и жил во времена рабства. Рабство было очень популярно. В Инстаграме писали не блогер или фотограф, писали раб. В какой-то момент в древнем Риме рабов было так много, чуть ли не треть населения. И они ходили без отличительных знаков, в такой же одежде, что и горожане. Ну, то есть у них нет прав, свобод, денег, но, как и все, в айрпоцах. Их использовали абсолютно для всего. Например, тканевые салфетки были очень дорогими, и богатые римляне вытирали свои жирные руки о волосы рабов. Вы могли видеть этих рабов, они обычно ходят в футболки Ария. Ну, или были платные мраморные туалеты. Но мрамор холодный, чтобы гостям было комфортно. Рабы грели их собой, своими ягодицами. То есть они часами сидели на унитазе без дела. Вот такие, ну и что такого? И без телефона. Это рабство. Все рабы, которые находились во власти одного человека, назывались фамилия. Как и магазин, где они одевались. Из рабов делали гладиаторов. Надо было закончить гладиаторскую школу. Достаточно простая школа. Из уроков только физкультура. Ну и когда просили двух мальчиков покрепче, уходило два мальчика, возвращался один и в крови. Я воин, потом был рабом, потом гладиатором, потом лидером восстания. Что угодно, лишь бы не работать по специальности. Я родился в Афраке, это территория современной Болгарии. Я выходил на стадион перед тысячами людей. В львиной шкуре, с голыми сосками. Да, это звучит больше как биография Киркорова. Это правда. Меня бросали в клетку со львом, его бросили в клип с давой. Знаки императора. Наверняка знаете про это? Большой палец значит, что император хочет, чтобы я пощадил своего оппонента. Палец вниз, он хочет, чтобы я убил его. Вот этот знак, хочет, чтобы я его убил, но перед этим накурил. То есть убил дважды. Но вы же понимаете, что это все бред, абсурд. Не было такого на самом деле. Император сидит далеко, светит солнце, ничего не видно. Как вы себе представляете? Мой противник лежит на земле, такой... Начинаю искать его, не вижу, такой... Братан, а что там мужчина показывает? Убивать тебя, нет? Не подскажешь мне, как поступить с тобой? Еще один миф, распространенный. Из-за фильмов многие представляют гладиаторов подкачанными чуваками. Ну, настоящими спортсменами с кубиками. Ну, это вранье, они все были с животами. Я исторически достоверный спартак. Они все были с животами, потому что жир – это дополнительный слой брони. Поэтому, ну, гладиаторские бои не были похожи на какую-то схватку с блокбастера. Больше похожи на драку у красного и белого. Клевая броня, братан. Надежно защищен от секса. Почему восстали рабы? Кучу людей, угнетаемых, живущих ужасной жизнью, сделали гладиаторами, дали им оружие и научили драться. Гениальный план. Ну, то есть они вообще на что надеялись? Император такой, это что за толпа мужиков, смотрящих на нас с ненавистью? Дайте им мечи и хорошенько потренируйте. Посмотрим, что будет. Это что, змея? Посадите мне ее на глаз. Посмотрим, что будет. Рабы восстали. Я был руководителем восстания. Когда я начинал, у меня было всего 100 последователей. Но в итоге у меня было более 100 тысяч фолловеров. Эта аудитория готова была умирать. Спойлер. И умерла. Я вел за собой людей. Я командовал восстанием. Я тот, кто в супермаркете просит открыть вторую кассу. У нас было приветствие. Идущий на смерть приветствует тебя. Такой могли себе позволить только два вида людей. Кладиаторы, идущие в Клизей. И антипрививочники, идущие на обязательную вакцинацию. Против меня выступали правительственные армии. И я разбил их. Мое войско из говна и палок победило регулярную армию. Ну, это так же неожиданно, как если бы московский Спартак обыграл Ювентус. Я к тому, что единственный шанс московского Спартака обыграть Ювентус, это тоже выйти на поле с копьями и начать убивать. Перед нашей последней схваткой на реке Силара я убил своего коня. Сказал своим соратникам, что если мы одержим победу, у нас будет много коней. Если мы проиграем, они нам не нужны вовсе. Звучит двояко, но это факт. Спартак убил коня. Не знаю почему, ненавижу коней. И бомжей. Я считаю, что золотое время было, когда люди жили без рабства и курил Олег Романцев. В итоге несколько армий, которые были перетянуты с фронта, разбили нас. Но я все равно оказал огромное культурное влияние на человечество. Стэнли Кубрик, фильм «Спартак», сериал «Спартак, кровь и песок», в Советском Союзе «Спартакиады». Но при этом у вас до сих пор есть рабство. Я проработаю в офисе, где людей заставляет работать от зарплаты до зарплаты без возможности выбраться. Начните тренировать их на мячах. Через месяц начнутся восстания среднего звена. Совету директоров – пизда. Впереди идет IT-отдел. Они бронированные. Их не пробить. Поэтому в понедельник переворачиваешь кулер, берешь дырокол. Восстание офисного планктона под руководителем IT-отдела Платона. Шутка в рифме. Все, народ, спасибо вам большое. Спасибо вам. Слабому всем. Слабому. На сегодня на этом все. Перечитывайте учебники истории, пересматривайте выпуски «Старичкова стендапа». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok